Всем привет! Наступили майские праздники. Я вас поздравляю! Теперь появилось больше свободного времени, чтобы заниматься растениями. Сегодня это у меня в основном цветы. Я пересаживаю и все выношу в теплицу. Есть еще остатки овощной рассады на подоконнике. Тоже буду выносить все в теплицу. Передают у нас на майские праздники прохладно и пасмурно. Для растений это будет отлично. И сейчас вкратце хочу показать, чем сейчас занимаюсь. Высадила уже в подвесное кашпо. По-моему, трехлитровое. Это ипомея с темным листом. И здесь с краю на контрасте посадила белая лобелия. Будет очень красиво смотреться. Начинает расцветать потихоньку фоксия. Самая простая. Крайний раз я прищипнула ее в конце апреля. Щипать больше не буду. Пускай начинает свисти массово. Это ипомея также в подвесное кашпо. Высадила уже лист у нее светлый. Красивая. И здесь также сбоку высадила кустик аллабелия темного цвета. Темно-синего. Будет тоже красиво. Здесь традисканция. В феврале, по-моему, я высаживала сюда буквально три черенка. Вот два в три листа. И высаживала лежа по кругу горшка. Смотрите, как она разрослась. Нужно будет полить и подкормить. Высадила также уже эта пеларгония. Самая обычная, простая, белая. И на контрасте посадила по краю четыре куста. Это лобелия темно-синего цвета. Также цветет пеларгония. По краю высадила лобелию розового цвета. И здесь тоже обычная пеларгония красного цвета цветет. По краю белого цвета лобелия. Все это, конечно, уже готово. И я буду выносить на улицу. Теперь подоконник покажу, что у меня там. На этом подоконнике чего? Только у меня нет. Все буду сегодня выносить в теплицу. Убирать здесь. Это кусты довольно-таки приличные уже фуксии. Крайний раз прищипнула в конце апреля. Больше трогать не буду. Этого достаточно. Пускай набирает зеленую массу и цветет. Это черенки колеуса. Смотрите, какие корни. Тоже буду высаживать. Этот уже в горшке сидит. Этот колеус я выращивала в прошлом году. Занесла маточником и расчеренковала. Нравится мне эта расцветка и как он смотрится в кашпо. На заднем плане пеларгония. Самое обычное. Красного и белого цвета. Я буду высаживать два куста пеларгонии. Возон на ножки. И один куст вот такого вида колеуса. Это очень красиво смотрится в композиции. Мне нравится. Здесь также рассада огурцов. Я снимала видео, как я сеяла. Огурчики выглядят довольно-таки прилично. Имеют по два настоящих листа. В теплице в основном уже в грядку я высаживаю, когда у огурца три настоящих листа. 100% всхожесть. Смотрите, это люфа 100% зашла. Но я буду оставлять себе только вот два растения. Огурцы у меня зашли на третий день. Люфа на шестой день. Здесь также я показывала, сеяла рихан лимонный. Тоже смотрите, как хорошо взошел. Тоже на настоящий листик его ходит. Это черенки колеусов. У нас сотрудница занимается, она, наверное, сможет рассказать коллекционерах. У нее более 60 сортов колеуса. И вот она на работу принесла некоторые виды свои из коллекции. И я у нее приобрела три сорта. Название я даже у нее не спрашивала. Но смотрите, какой у нее цвет у колеуса этого. Прямо какая-то палитра. Весь в крапинку. Замечательный. Потом второй сорт. Это вот такой лист узкий и очень-очень-очень резной. Тоже красивый. Сейчас я, чтобы вам поближе показать. Темная середина и край листа зеленый. И еще это два одинаковых. Другой вид коллекса. Он уже лист пошире. И у него резьба по листу более глубокая, чем у этого. Вот так выглядит. Это такой колеус карликовый. Он небольшой. Именно для горшков. Мне нравится. Это я тоже буду с чем-нибудь компоновать в вазоны. Также я уже посеяла. Это начинают сходить у меня цукини. Кабачки всходят. Здесь же начинает сходить тыква. Тоже показывала, какие сорта. Вот здесь тыква попозже будет сходить. В общем, в принципе, ничего так. Где нет сходов, это я буквально вчера посеяла еще побольше подсолнухов. Докупила. Смотрите, новинка. Вот солнечный закат. Купила это высокорослый. Потом уральские самоцветы посеяла. Тоже высокорослый. И глориоза ивнинг. Этот подсолнух я уже высевала. Очень красивый. Но тоже высокорослый. Знаете почему? Потому что у нас появились куры. И я хочу вдоль курятника с двух сторон высадить подсолнухи. Как бы их, да, куры немножко прикрыть подсолнухами. Издалека это будет очень красиво смотреться. Наверное, там будет видно. Вот он курятник. И вот они мои куры, огороженные сеткой. И вдоль вот так, двух сторон я буду высаживать подсолнухи. Красиво. Также здесь у меня, здесь еще нет всходов, тоже посеян базилик. Здесь еще что-то посеяно. Взошла фасоль спаржевая. Ну это в самокрутке, я всегда так делаю. Сею горох в самокрутку, а потом добавляю сюда земли. Смотрите, все как дружно взошла фасоль. Спаржевая невысокая. Так, что у меня здесь? Здесь тоже нужно срочно уже высаживать в горшок. Это у меня забыл, как называется. Но я напишу в видео, как это высаживало 5 растений, 4 взошло. В общем, нужно срочно сажать. Видите, она как уже, какие плети дает. Вот, надо сажать. Вот эти плети нужно выкладывать по земле, чтобы, видите, она дает дополнительные корни. Вот, корешки цепляются. И гуще будет. Лабелия моя, вот остатки, которые я еще не рассадила в кашпо. Но лабелию темную белую. Смотрите, вот какой цвет у нее красивый. Темно-синий цветет. Это белая у меня и роза. Это все профессиональные семена. Смотрите, красота, да? Лабелия из мультигранул. Растет она уже готовым таким пучком. Кое-что еще посажу в горшки. А остальное все лабелия у меня уйдет в разбитый ковшин, в открытый грунт. Очень мне нравится. Часть лабелия я подстригла, которая пойдет в открытый грунт, а часть оставила. Но тоже ее буду подстригать, чтобы лучше кустилась. Зашли у меня бархатцы тонколистные. Довольно-таки хорошо, между прочим, зашли. Они такие маленькие. На удивление, первый раз их сеяла. И у них очень-очень резной листик. И они сами по себе прям в рассаде маленькие-маленькие. Два пакета сеяла в плане в две емкости. И смотрите, как зашло. Семен было в пакете мало. Я считаю, что здесь, наверное, процентов 90 взошло. Это бархатцы обычные. Видите, как они отличаются? Какие здесь уже монстры и какие здесь малютки. Сеяла в один день. Смотрите, как хорошо взошли георгинки. Это однолетние, небольшие. Тоже сеяла в два пакета. И все два пакета, смотрите, как хорошо взошли. Это посеяла статицу. Мне семена прислали в подарок. Проф семена. Очень мало их было. И они 100% взошли. Статица. Я люблю вообще сухоцветы красивые. Здесь миксы. Они разные будут. Это самый первый я сеяла подсолнечник. Вот он начал сходить потихоньку. Тоже высаживаю подсолнечник. И возле теплиц красиво смотрится. Это у меня прошлогодние гладиолусы. Гладиолусы я здесь посадила, которые мне дарил подписчик. Еще я вам хочу показать препарат, который я уже попробовала, применила на цветочной рассаде. Также я им буду проливать уже цветы, которые высажены в кашпо. Это здравень аква для рассады цветочных, овощных и зеленых культур. Эта бутылочка 250 миллилитров. Она разводится на 50 литров воды. Я развожу 10 миллилитров на 2 литра воды и проливаю по земле. И применяю только на цветочных культурах. Здесь полный набор всех макро- и микроэлементов дает довольно-таки хороший эффект на цветах. Мне он понравился. Этот препарат от компании Ваше хозяйство. Приобрести его можно в интернет-магазине от Агросемфонда. Ссылка будет у меня под видео. Там не только препараты, там еще и семена, которые, собственно говоря, я тоже сеяла. В этом году буду вам показывать. Ну вот, в принципе, это все, чем я буду сегодня заниматься. Пересаживать цветы, выносить рассаду в теплицу и все здесь убирать. И еще на днях у меня в планах высадить томатную рассаду уже в теплицу и перцы. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока!